Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы поговорим о самой душетрепещущей теме для каждого танкиста в World of Tanks Blitz. Это голда, золото всемогущее, за которое можно покупать хорошие танчики, иногда не очень хорошие танчики. Можно покупать разного рода плюшки, в любом случае самая ценная валюта, которая есть в этой великолепной игре. Ну а перед тем, как мы начнем, я хотел бы, первое, попросить каждого из вас подписаться на мой канал и оценить мои труды лайком. Спасибо вам за благовременно, огромное, за поддержку моего канала. Вторая просьба, с которой мне хотелось бы к вам обратиться, это не перематывать данное видео, так как в процессе обсуждения темы получения голды, особенно на халяву, я буду с вами делиться своими личными секретами или ноу-хау, или может кто-то уже так и делает, напишите об этом в комментариях, каким образом облегчить себе задачу в получении халявной голды в этой игре. А она вам пригодится, уж поверьте на слово. Итак, первый способ получения голды, самый короткий, самый прямой, это просто взять и задонатить. Донат бывает разный, донат бывает выгодный, бывает невыгодный. По моему прямому мнению, невыгодный донат, покупать золото вот просто вот здесь вот в игровом магазине, по абсолютно какому-то непонятному курсу, то есть в этом магазине, как правило, вы за 1 доллар покупаете меньше 1 тысячи голды. 750 голды, 500 голды, иногда вообще 250 голды за 1 бакс. Ну, честно говоря, кощунство какое-то. Особенно исходя из того, что периодически разработчики, за что им огромное спасибо, вываливают в предложения индивидуальные, какого-то рода предложения более выгодные. Ну, вот, допустим, 1000 голды, 20 тысяч свободки, 200 тысяч серебра и все это, ребята, всего лишь за 1 бакс. Вот это уже получается довольно-таки выгодное предложение. Бывают предложения еще более выгодные, не гоняться за серебром, потому что серебро можно фармить на премах, ну и, соответственно, свободку можно как-то там бустерами себе поднимать, да, и периодически играть на тех же премах или коллекционных танках. То есть, в принципе, вот эти две валютки, они можно там набивать их саму собой в игре, а вот золотишко, само собой, в игре, кроме как с помощью бустера золота, о чем мы поговорим чуть позже, вы не набьете. Но иногда разработчики закидывают сюда полторы тысячи голды за 1 доллар. Ну, как бы неплохо. Периодически выпадают сюда предложения наносить урон или там побеждать, или делать фраги и, соответственно, заполнять золотом контейнер, а потом за деньги контейнер открывать. Как правило, курс там тоже плюс-минус интересный, в среднем выходит где-то по 1200-1250 золота за 1 доллар. Вот это вкусное предложение от разработчиков. Если вы готовы донатить, если у вас есть денежка, и вы готовы вкидывать в игру деньги, ну, соответственно, я вам рекомендую дожидаться вот таких вот каких-нибудь вкусняшек, ням-ням-ням предложений. Итак, по поводу доната мы с вами быстро пробежались. Теперь давайте по поводу способов получения голды, вообще какие они бывают. Для начала мы зайдем вот сюда вот, зайдем в контейнеры и посмотрим, что есть 3 контейнера, которые позволяют получать определенное количество голды, когда вы их открываете. Вероятность выпадения крайне маленькая. Мне, честно говоря, всего лишь 2 раза выпадала максималка с вот этого контейнера в 520 единиц, выпадала максималка с вот этого контейнера в 110 единиц. С вот этого контейнера мне максималка, к сожалению, не выпадала, выпадал где-то среднячок. Но шансы, честно говоря, очень маленькие. Как правило, даже раз в месяц можно эту голду отсюда-то и не вытащить. Но я все равно продолжаю их открывать. Итак, мой совет номер раз. Установите себе игру не только на ПК, а еще на телефон или на планшет. Если вы этого еще не сделали, так как каждый день вот здесь вот рядом с этими тремя контейнерами вы можете увидеть четвертый контейнер, позволяющий вам открыть его, просмотрев две рекламы с промежутком не менее 2 часа. То есть, посмотрели одну рекламку, открылась половина контейнера. Через 2 часа не меньше открыли, еще раз посмотрели рекламку и можете открыть контейнер. В этом контейнере, помимо всего остального, помимо того, что там может выпасть танчик, и он мне, кстати, выпал, и обзорчик я еще сниму, выложу обязательно у себя на канале, а может уже выложил, посмотрите, может он уже там. Из этого контейнера выпадают нам либо бустеры золота, про которые мы говорим чуть позже, либо выпадают сертификаты на золото. Сертификаты на золото выпадают разного размера, может быть 6, может быть 10. Так или иначе, раз в 2, раз в 3 дня сертификаты на золотишко с этого контейнера рекламного выпадают. Таким образом, в принципе, если вам будет везти, то вы можете получать по 100 голды, объединяя эти сертификаты и обменивая один целый сертификат на 100 голды, получать приблизительно, пускай раз в 5 дней, но свою соточку вы иметь будете. Таким образом, в принципе, за месяц в 30 дней вы можете получить до 600 голды. Это пункт номер раз. Теперь, что касается бустеров. Бустеры я рекомендую вам, если у вас нет 10 уровней, использовать исключительно на танках 10 уровней и ранее не пытаться их использовать. Объясню почему. Дело в том, что играя на танчике на 10 уровне, вы в любом случае за проигрыш будете получать 10 голды, а за выигрыш будете получать 20 голды. Если вы будете при этом играть на танке 9 уровня с активированным этим бустером, вы уже будете получать 18 голды за победу и за проигрыш, по-моему, тоже 10, но могу ошибаться. Итак, чем ниже уровень танка, на котором вы играете с бустером золота, тем меньше голды вы получите на финише. Поэтому, ребят, не торопитесь использовать эти бустеры, если вы не имеете танков 10 уровня. Докачайте свою десятку, которую вы уже начали качать и хотите получить, и на ней используйте бустеры с максимально выгодным их обменом на золотишко. Итак, бустеры золота мы с вами обсудили. Десятки левелы и тогда максимум шика. Плюс к тому, хотелось бы отдельно отметить, что когда вам от разработчиков выпадают какие-то предложения в магазине, в которых вам встречаются бустеры на золото, а периодически такие предложения здесь бывают, но, к сожалению, сейчас я их не вижу здесь, так чтобы показать. Ну, вот, допустим, да, вот, 60 бустеров. Как понять, сколько это в золоте? Вы просто возьмите и умножьте на 10. Представьте себе, что все 60 боев, в которых вы будете играть, ну, это тупо, конечно, но все же, вы умножаете на 10, получаете 600 голды с 60 бустеров. Да, безусловно, можно умножать не 1 к 1, а 1 к 1, но это тогда вам надо в 50% выигрывать, в 50% проигрывать. Ну, как-то приблизительно так, на десятках вы сможете менять эти бустеры на золотишку. Итак, бустеры обсудили, обсудили с вами донат, обсудили с вами контейнеры. И теперь подходим к двум интересным еще вопросам. Первый. Имея у вас в руках телефон с установленным приложением World of Tanks Blitz, заходя в эту игру в свой же аккаунт, вот здесь вы будете видеть, сейчас у меня нет, потому что играю с ПК, будете видеть зеленый значок, на котором будет рекламка. В день вы можете посмотреть 5 реклам, за каждую рекламу вы будете получать по 10 голды, соответственно, в день можно 50 голды поднимать только на просмотре вот этой рекламки. Если идти моей математикой, то в неделю это 350 золота, и за месяц это ориентировочно 1500 голды просто на просмотре вот этих вот рекламок. Итак, с рекламками мы разобрались, и давайте теперь подсуммируем и перейдем к самому интересному. Суммируем. Если вы будете смотреть все рекламы, которые будут выпадать здесь, которые будут выпадать здесь в, простите, вот здесь, будут выпадать вам в контейнере ежедневном, ну и плюс сюда еще добавите недельные задачи, к которым мы перейдем, то в месяц вы можете выходить на 2500 золота. А это уже в принципе какой-никакой апремчик 6 уровня, ну а если еще немножко подсобираете, то можно и на восьмерку накопить. Итак, переходим к самому интересному и самому жирному. Недельные боевые задачи. Казалось бы, если вы не состоите в клане, для вас они вообще недоступны, ну а если вы состоите в клане, то вам очень сложно найти себе для выполнения с соклановцем во взводе какой-то боевой задачи, для того чтобы выполнить дополнительное, сделать 7 боевых задач за неделю и получить свою 100 голды в данном случае. Я вам дам один очень простой совет. Заведите себе второй аккаунт. И оба этих аккаунта, как основной, так и дополнительный, засовываете в один клан. Находясь таким образом в клане, вы можете создавать взвод, по сути, сами с собой, заходить в бои, играть на двух устройствах одновременно, ну и, соответственно, выполнять такие плевые боевые задачи, как нанести полторы тысячи урона с соклановцем во взводе, уничтожить 2 единицы техники противника, ну либо какое-то там количество раз победить. Как правило, такие задачи, ну не очень сложно выполняются, когда вы будете заходить на двух устройствах. Таким образом, вы увеличиваете свои возможности и шансы получить 100 голды. Безусловно, иногда эти 100 голды перекачевывают в конец и превращаются в 300 голды на самом финише. Мой клан никогда не выкачивал за эту неделю, предоставляющуюся разработчиками, полностью все 10 чекпоинтов. Мы доходили до 7 включительно и дальше, к сожалению, не вытягивали. Поэтому, когда у вас 300-ка переползает в конец голды, вы, соответственно, не получите за эту неделю золото, но тоже там будут плюшки, такие как, допустим, бустеры на золото, ну либо в конце концов вы получите порядка полумиллиона серебра за несколько чекпоинтов, но это тоже какая-никакая приятная халява. Таким образом, ребята, мой вам совет, установите себе на дополнительное устройство еще один аккаунт и пытайтесь таким образом выполнять БЗшки. По моим грубым подсчетам, если у вас будет все получаться, то даже без доната вы сможете выходить в месяц приблизительно на 2500-3000 голды. А это с учетом реалий сегодняшнего дня в магазине, ну допустим, тот же самый Т-26Е3, который я не устану хвалить. Это довольно неплохой танчик. Т-26, простите, Т-23Е3, который еще лучше, чем Игл-7. Ну, по-моему, как за месяц получить вот такой великолепный 7 уровень, ну, либо даже там за 2 месяца получить халяв на восьмерку, ну, по-моему, очень жирно. Ребят, всех благ вам, играйте, получайте удовольствие, кайфуйте, возвращайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой канал и буду вам очень благодарен за поддержку моих начинаний. Всех благ, всего хорошего, ну и до встречи в боях.